Стандартную схему работы с дисками и файловыми системами мы разобрали. Создаем раздел с помощью fdisk, создаем на разделе файловую систему с помощью mkfs и монтируем файловую систему куда нужно. Но представьте себе ситуацию, когда у вас на каком-то разделе перестало хватать место. И если этот раздел крайний и после него есть свободное место, то этот раздел можно увеличить. А что, если раздел не крайний, если после него есть еще разделы? Стандартные таблицы разделов в этом плане ограничены. Для раздела указывается только первый и последний сектор. То есть нельзя указать, чтобы раздел начался в одном месте, в другом он закончился, а потом с третьего он продолжился. В некоторых случаях это не проблема. Можно создать еще один раздел, на нем поднять новую файловую систему и премонтировать куда-то. Допустим, создать директорию home2, примонтировать туда новую файловую систему и перенести домашние директории некоторых пользователей в эту директорию. Просто нельзя несколько файловых систем монтировать в одну директорию. Точнее можно, но обходными ненадежными путями, чего стоит избегать. Но иногда встречается софт, которому нужно хранить все свои файлы в одной директории. Допустим, базу данных. И вот настает день, когда на разделе, где лежат данные, перестает хватать места. Премонтировать новую файловую систему в эту директорию не получится. Можно купить диск большего объема и перенести на него файлы. Но если там терабайта данных, этот перенос займет много времени, а сервис при этом будет недоступен. И потом получится, что на первом диске место освободилось, но мы его не можем использовать. А завтра второй диск забьется. Опять купим новый диск большего объема, опять перенесем на него файлы. И теперь у нас и первый и второй диск не будут использоваться. Но мы монтируем файловую систему. Так? И если таблицы разделов не позволяют, можно ли на уровне файловой системы сделать так, чтобы одна файловая система могла работать на нескольких разделах и дисках? Да, действительно, есть такие файловые системы. Допустим, btrfs. Но это относительно молодые файловые системы, а малейшая проблема в файловой системе для компании недопустима, так как от файловой системы зависят данные. Поэтому переход на новые файловые системы довольно болезненный шаг для всех. Однако, вполне может быть, что через пару лет все файловые системы будут поддерживать возможность работы на нескольких разделах и дисках. Хорошо, тогда есть ли что-нибудь проверенное годами, что-нибудь выше таблицы разделов, но ниже файловой системы? Да, есть такое и оно называется LVM, менеджер логических томов. Он позволяет вам объединять несколько разделов и дисков, чтобы создать общее пространство. На основе этого общего пространства вы можете создавать логические разделы, на которых вы создадите файловую систему, ремонтируете и дальше все как обычно. Схема довольно простая. Ваши разделы и диски становятся физическими томами . Общее пространство, которое формирует группа физических томов, называется группой томов . А разделы, которые создаются внутри этой группы логическими томами . Несложно, просто нужно пару раз попрактиковаться. При этом LVM позволяет добавлять разделы и диски в группу томов и увеличивать логические тома с файловыми системами, без необходимости останавливать работу. Логические тома еще можно уменьшать при необходимости, но для этого надо уменьшить файловую систему. А это не всегда просто. Это далеко не весь функционал LVM, но давайте пока немного попрактикуемся. Для начала я восстановил снапшот виртуалбокса, чтобы Home не был на диске SDC, так как нам понадобится два диска для тестов. Начнем с простого. Создадим таблицу разделов на диске SDB и создадим два раздела на 200 и 400 мегабайт. Хотя следующий шаг можно пропустить, я этого делать не буду, чтобы было понятнее. Вспоминаем последовательность. Физикл Волюм, Волюм Групп и Лоджикл Волюм. Все три нам нужно создать по порядку. Итак, Физикл Волюм это ПВ. Создать, Create. ПВ Create и указываем раздел или диск, который будет использоваться. Sudo pvcreate devsdb1. Смотрим вывод. Success. Значит все окей. У нас теперь есть физический том. Посмотреть его мы можем с помощью ПВ-дисплей. Как видите, тут помимо SDB1 есть еще SDA2. Это потому, что при установке система сама создала LVM, но мы его трогать не будем. Физикл Волюм у нас есть. Дальше нужно создать группу томов. Volume Group. VgCreate. Для этого нужно дать ей имя и указать Physical Volume 1 или несколько. Sudo vgCreate myvg devsdb1. Опять видим Success. Все окей. Как посмотреть? Правильно. Sudo vgDisplay. Опять же, у нас тут есть Volume Group, который создался при установке CL CentOS 8 и наша группа myvg. Отсюда же можем посмотреть информацию о ней. Допустим, сколько свободного места. Почти 200 мегабайт. Тут еще есть Physical Extents. Это блоки, которыми оперирует LVM. Как видите, они у нас по 4 мебибайта и их у нас в сумме 49. Последний шаг. Logical Volume. LVCreate. Тут у нас опций чуть больше. Нужно указать, в каком Volume Group мы хотим создать наш логический том. Указать имя для Logical Volume и указать размер. Sudo lvCreate myvg. Defice n. Это имя. То есть mylv. Defice l большое. Это размер. 200 m. Как видите, у нас 200 не получается создать, потому что один блок ушел на метаданные для LVM. Мы можем указать 196 или поступить по-другому. Выдать свободное место по процентам. Допустим, выдать все свободное место, либо 80%. Для этого ключ L маленький. Кстати, важное замечание. Если открыть MAN по любой из предыдущих команд LVM, допустим LVCreate, и спуститься в самый низ, то там есть примеры использования. И если вы вдруг забудете какой-то ключ, то эти примеры помогут вам вспомнить. А сейчас давайте посмотрим, что у нас получилось. Sudo lvDisplay. Итак, тут у нас появился путь dev myvg mylv. Именно сюда мы поставим файловую систему с помощью mkfs. Сам же этот файл является символической ссылкой на dev dm2, который, как и SDA, генерируется при обнаружении устройств. А значит, если говорить про fstab, dev dm2 там указывать нельзя. Можно указать uid или dev myvg mylv. Но при определенных условиях, о которых вы можете почитать по ссылке в описании, оба варианта могут создавать проблемы. Поэтому лучший способ, способ, который предлагает сам Red Hat, уже указан в fstab – dev mapper. Если посмотреть, можно увидеть, что, как и dev myvg mylv, тут символические ссылки. Но в целях совместимости рекомендую использовать вариант именно с dev mapper, потому что на старых системах с другими вариантами могут быть проблемы. Ремонтируем и убедимся, что все работает. Предположим, у нас перестало хватать места и мы решили взять еще один диск – sdc. Так, у нас есть Volume Group, состоящий из одного Physical Volume, раздела sdb1. Но теперь я хочу полностью отдать весь диск sdc в Volume Groupе myvg. Первый шаг – создаю Physical Volume. Но вместо привычного success я тут вижу ошибку. LVM заботливо отказывается использовать весь диск, так как там уже есть таблица разделов. Чтобы избавиться от нее, я использую утилиту VibeFS с ключом A. И теперь у меня все создается как надо. Теперь мне нужно расширить Volume Group и добавить в нее новый диск. Расширить – это Extend, а значит пишем sudo vgExtend myvg devsdc. Видим success и смотрим sudo vgDisplay. Теперь в myvg два Physical Volume, 304 блока и гигабайт свободного места. Но это пока что группа. Нужно еще увеличить Logical Volume и файловую систему. Да, если просто увеличить раздел или логический том, файловая система об изменениях не узнает. Поэтому нужно проделать две операции, но можно и одной командой. Итак, смотрим, сколько у нас свободного места на файловой системе. 100 с лишним мегабайт. Теперь пишем sudo lvExtend myvg slash mylv defis L большое плюс 500m. Видим success, значит все получилось. Смотрим размер Logical Volume, sudo lvDisplay 600 с лишним мегабайт. Смотрим dfHash 100 с лишним, то есть ничего не изменилось. Файловая система изменений не увидела. Но об этом ей можно сказать sudo resize2fs def myvg mylv. Теперь опять проверяем. dfHash. Все как надо. Но можно сразу увеличить размер файловой системы при увеличении Logical Volume. Тот же lvExtend, но с ключом R. Как видите, никаких лишних действий. Таким образом, мы смогли увеличить нашу файловую систему и в дальнейшем мы всегда сможем продолжать так делать, без необходимости останавливать работу. Просто добавляя новые разделы или диски в нашу Volume группу. При этом нам не важно, где заканчивается один lv и начинается другой. Нет таких ограничений, как со стандартными разделами. Что касается удаления, то все так же просто. lvRemove, vgRemove и pvRemove. В момент удаления логические тома не должны быть никуда примонтированы. Есть еще много разных базовых команд с lvM. Уменьшить размер, удалить Physical Volume из Volume группы, переместить данные с одного Physical Volume на другой и много всего. Но их много, они ситуативны и все разбирать в вазах нам не нужно. Но, как я говорил, это далеко не весь функционал lvM. Как вы заметили, я стараюсь не выделять все свободное пространство на Logical Volume. С одной стороны, потому что, когда понадобится, увеличить размер файловой системы получится без труда. А вот если мне вдруг перестанет хватать места, и я захочу уменьшить один из разделов, это будет посложнее. С другой стороны, свободное место нужно для снапшотов. Вы уже знаете, что такое снапшот. Снимок текущего состояния. Мы делали снапшоты для VirtualBox. Сняли снапшот после установки системы. И если вдруг мы где-то что-то испортим, всегда можем вернуться к прежнему состоянию. Это как сохранение в играх. В виртуальной инфраструктуре гипервизоры позволяют нам делать снапшоты. Когда нет гипервизора, допустим, это система, установленная на физический сервер или ваш домашний компьютер, снапшот не сделаешь, но можно делать бэкапы. Но в случае проблем, восстановление из бэкапа занимает много времени. Нужно перенести данные из одного накопителя в другой. Это сильно зависит от скорости накопителя. И в целом, восстановление из бэкапа чуть ли не последний вариант, к которому прибегают администраторы. Да, и даже восстановление снапшота в виртуальной инфраструктуре не всегда приятно. Для этого нужно выключить виртуалку. А если там какой-нибудь тяжелый софт, который долго запускается, или, скажем, виртуалку не трогали годами, есть шанс, что всплывет куча других проблем. И тут нам на помощь приходит тот же самый LVM, который сам может делать снапшоты. Тут все немного проще. Вам не нужно перезагружать виртуалку и можно делать на физическом сервере. Все, что нужно, чтобы восстановить, отмонтировать файловую систему. Да, если у вас проблемы в корневой файловой системе, что-то там после обновления отвалилось, без перезагрузки не обойтись. Да и если проблемы с данными какого-нибудь сервиса, вам придется остановить его, чтобы отмонтировать файловую систему с данными и восстановить снапшот. Но это в любом случае быстрее, легче и нередко можно обойтись без перезагрузки. Итак, прежде чем сделаем снапшот, создадим файл в MyData, на который будем ориентироваться. Теперь создадим снапшот. Нам для этого понадобится та же команда LVCreate с опцией S. Снапшот. Снапшот создан. У вас, наверное, возникли два вопроса. Что за размер снапшота и почему так мгновенно? LVM использует технологию Copy-on-Write. Копирование при изменении. Это работает так. Мы создаем какое-то место на диске. Допустим, на 100 Мб. Когда мы что-то меняем на исходном Logical Volume, старые блоки перед изменением копируются в это специальное место. То есть, в случае, если у нас прям все блоки заменятся на исходном LV, то размер снапшота должен быть размером с исходной логический том. Ну, чуть больше для всяких метаданных. А в большинстве случаев меняются не все блоки, а только часть. Поэтому размер снапшота может быть меньше. То есть, нужно думать, а как много изменится на исходный LV, пока я буду держать снапшот. Увидеть его мы можем с помощью sudo.lvs. Теперь изменим наш файл. Смотрим LVS. Видим, что у снапшота используемое пространство немного изменилось. Кстати, мы можем примонтировать его и увидеть наши файлы в их исходном виде. Снапшот можно удалить, как и обычный логический том. sudo.lv.remove.my.vg.my.snapshot. Но я этого делать не буду. Вместо этого давайте восстановимся из этого снапшота. Для этого нам понадобится отмонтировать снапшот и исходный том. Далее соединить снапшот с исходным LV. sudo.lv.convert.merge.my.vg.my.snapshot. Дальше снапшот удалится, и мы сможем примонтировать наш LV, как раньше, и проверить файл. В целом снапшоты увеличивают количество записей на диске. Поэтому на активно используемых томах они будут снижать производительность диска. Особенно, когда снапшотов несколько. Поэтому их стоит делать перед какими-то изменениями. Допустим, перед обновлением системы. А потом, если всё прошло успешно, их удалять. Также снапшоты помогают с бэкапом. Во время снапшота сохраняется текущее состояние файловой системы. Из-за чего софту для бэкапа легче работать с этим самым снапшотом, а не исходной файловой системой, на которую постоянно может идти запись. Если же в целом говорить про LVM, это отличный инструмент, который даёт администратору возможность более гибко работать с дисками. В то же время, это дополнительный слой абстракции. И проблемы с LVM решать сложнее, чем проблемы с обычными разделами. Однако, больше практики самостоятельного изучения и всяких экспериментов помогут вам лучше освоить этот инструмент. Я приложу ссылку, где про LVM гораздо больше информации. Но в рамках основ вам достаточно знать базовые операции. Как создать Physical Volume, Volume Group, Logical Volume. Как расширить Volume Group и Logical Volume с учётом файловой системы. И как работать со снапшотами. И так далее. Редактор субтитров А.Семкин